здравствуйте дорогие друзья наш курс будет принципиально отличаться от массы других похожих и предназначен для самого широкого круга участников много полезного в нем может найти преподаватель руководитель подразделения вуза учитель сотрудник компании которая развивает или начиная думать о применении электронного обучения но для какого уровня подготовки этот курс предназначен и каким образом можно в одном курсе охватить широкий спектр условий успешного применения дистанционных образовательных технологий дело в том что этот курс основан на изучении опыта других коллег в том числе зарубежных опыта практического применения электронного обучения в различных учебных заведениях в нем отражены закономерности условия успеха учтены одни и те же ошибки которые мы иногда называем граблями так вот основная закономерность при применении электронного обучения сегодня заключается в нахождении баланса между затратами ресурсов особенно времени и оценки результатов которые также не всегда выражаются в денежной форме в явном виде и вот поиск этого баланса между возможностями и потребностями наблюдается повсеместно от дошкольных учреждений до крупных корпораций как в работе методиста или преподавателя руководителя организации предприятия и мы этот баланс будем находить его наличие приводит более полному использованию интеллектуального и технологического потенциала организации предприятий сотрудников которые ведут обучение подготовку кадров и вот благодаря дистанционным образовательным технологиям результативность такой деятельности удается увеличить среднем по разным оценкам на 10 12 и более процентов мы все чаще обращаем внимание на эти преимущества которые дает электронное обучение в мире и мы хотим все чаще эти преимущества реализовать в своей деятельности еще одной особенностью этого курса является научение находить баланс понимание различных аспектов электронного обучения различными участниками в процессе обучения при всем многообразии решений при осознании невозможности знать и владеть абсолютно всем что сегодня есть в электронном обучении на практике очень важно принимать обоснованные решения с пониманием смысла или хотя бы минимального представления о том или ином аспекте электронного обучения важно еще уметь анализировать различную противоречивую информацию иметь понятие о нормативно правовых условиях как внешних так и внутренних понимать разницу методических подходов и очень важно получать практики организации и управления электронным обучением так вот содержание этого курса рассматривать самые разнообразные аспекты электронного обучения от нормативно правовых до прикладных предназначена как для начинающих так уже и опытных однако глубина и характер освоения тех или иных компетенций в нашем курсе могут и я уверен должны сильно отличаться по объему освоению это вполне соответствует подходу распределения труда в любом деле в то же время опять же исходя из многолетнего опыта каждый участник обязательно должен владеть всеми аспектами электронного обучения хотя бы на минимальном уровне но по некоторым направлениям должен владеть более глубоко исходя из своих личных потребностей поставленных задач уверен будет интересным то что в ходе обучения все слушатели могут не просто осваивать те или иные компетенции которые им требуется больше всего но и смогут наблюдать за тем как идет более углубленное освоение другими слушателями других компетенций например те слушатели которых интересует больше экономика электронного обучения могут ограничиться минимальными компетенциями по нормативно-правовым техническим или другим вопросам аналогично те кто желает углубить свои компетенции по практической разработке онлайн курсов и методики их применения обязательно будут ознакомлены с другими вопросами но с разной глубиной освоения то есть нашем курсе применяется гибкая траектория обучения для совершенно разных слушателей основным требованием успешности прохождения курса будет являться углубленное освоение не менее двух модулей при условии минимального освоения остальных приглашаю наш курс без отрыва от производства но с реальной возможностью знакомства с интересными участниками с процессом построения и практического применения мастер курса в реальном учебном процессе с реальными студентами где я выступаю в роли реального преподавателя в реальном вузе в этом мастер курсе каждый слушатель может изучить практику функционирования информационной электронной среды которая включает себя интеграцию с реальной электронной библиотечной системой электронным портфолио достижения системой анализа успеваемости прогресса успеваемости с применением баня рейтинговой системы контроля успеваемости с реализацией компетентностной модели и ознакомиться с другими решениями по разным предметам для себя также этот курс представляет собой полезный обмен опытом и дает отличный шанс для самореализации реализации возможностей организации и предприятия и в качестве основной технологической платформы нашем курсе будет использоваться всемирно известная платформа удал занимающая первое место в мире номинации решения для электронного обучения это по оценкам международных экспертов в то же время мы не исключаем возможность применения других технологических платформ которые существуют в нашей стране и в мире до встречи в нашем онлайн курсе в нашем онлайн курсе